Добрый-добрый вечер, дорогие родичи! Какое очарование вокруг! Осень! Это такое благостное время на Руси. Оно очень тихое, оно очень роскошное. И одновременно очень душевное. Осень, русская осень, это поэма, которая пишется солнышком каждый день. Самый яркий праздник – это большой и малый овсень. Собственно говоря, дни осеннего равноденствия являются важной вехой на пути Земли вокруг Солнца. Мы с вами входим в самую темную половину года для того, чтобы на Коляду родился юный Божич нового времени. И овсень, он взаимосвязан напрямую еще и с весной. Потому что что посеешь, что пожнешь, что пожнешь, что посеешь. Мы с вами находимся в вечере. На вечере года. Это вечер года. А вечером мы успокаиваемся, размышляем, что было в течение дня. Поэтому осенний праздник, он носит еще одно имя прекрасное – осенины. Он осеняет нас мудростью. И так же, как красиво вокруг, и небо лазурное, и листва. То есть осень примеряет очень красивые наряды. Она добротная, мудрая женщина, которая ведет свое хозяйство справно. И поэтому спрашивает у нас, все ли мы правильно сделали в этом году. Мы получаем уроки. И мы благодарим Матушку-Землю за тот урожай, который она нам явила, который нам подарила. Это очень важно – уметь благодарить. Потому что вор, кто дары принимает, не возвращает дарами. Знаете, в народе всегда очень просто смотрится. Вот пришли к вам люди. Если они в дом ничего не принесли, вы уже задумайтесь немножечко. Значит, с чезростью у этих людей плоховато. Я уже не говорю о каких-то вариантах Западной Европы, где уже давно не праздники апатии. Все собрались в своих пакетиках. И так вот по уголочкам все каждый ест. У нас осень – это братщина. Потому что пора любви – это осень. Начинаются свадебки после покрова. То есть это удивительное совершенно время объединения людей. И поэтому я всех приглашаю к нам в Голосвет 23 сентября на праздник Бороса, на праздник урожая. На время осенин Матушки Мокоши, которую мы благодарим за урожай. Мы подводим итоги и размышляем. Это время мудрости. Потому что у огня мы заведем хоровод, в котором наберемся тепла на всю долгую-долгую зиму. И еще здорово. У нас будет самая мощная капустка. Потому что осень – это дарит капустка, которая исполняет желания. Вы знаете, мне уже пишет человек. Я, говорит, вот в капустке загадал желание, у меня появился у огня. Я прислал даже фотографию. Главное, я всегда говорю, чтобы наши желания были в воле неба. Потому что наше желание – твоя воля, владыка, так говорили, на Руси. Ибо воля Вселенной, как уже написал в научной работе Константин Эдуардович Циолковский, она радостна, она несет свет и любовь. Приглашаю на праздник света. Приглашаю вас в благоуханную деревню, где сейчас все насыщено красками, где все полно тишины, и вы сможете услышать себя. А услышите себя, услышите сердце. А услышите сердце, значит, поймете солнышко. И ветер принесет вам весточки о будущем. Матушка Мокош уже делает заготовки полотна судьбы на будущее. Поэтому мы благодарим и богинь судьбы, и обряды у нас будут обережные, а какие у нас игры будут волшебные. И все у нас будет красиво, как всегда, на Руси осенью. Слава Овсеню! Ура! И вот сама природа мне подсказывает, что вам нужно обязательно подписываться на мой канал. Потому что уже многие подписались из 39-го царства. И Леший подписался, и Воденица подписались. Вы знаете, огромное получает удовольствие. Все-таки мы, сказочные персонажи, входим в явь в вашей жизни. Поэтому будете получать волшебное уведомление. Для этого нужно звонить обязательно в колокольчик. Обязательно вот так вот лениться ставить, вот так вот пальчики большие. Потому что вам все очень нравится. Мы же возрождаем древнюю традицию. Пишите мне, котовую науку, что вам будет интересно. Скоро у нас откроются прямые вещания. Прямая будет у нас прямо передача знаний от сердца к сердцу. И, конечно же, звоните Вере Павловне. Праздник 23-го сентября. Вера Павловна вам все расскажет. Она очень любит говорить и по телефону, и ВКонтакте сидит. Она у нас такой воин света онлайн. Поэтому она в свой объем всех принимает. А мы вас и накормим, и чайком напоим, и сказочку расскажем. А самое главное, мы будем все вместе. Овсень, Хорос, Колосвет. Ура! О, кошмать и света, земля изначально, земля рожаница, свята Родина. Субтитры создавал DimaTorzok